Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Двадцать третьего мая Садится солнце Жаркий день сменяется тихим Без малейшего шелеста вечером Потянуло прохладой Мы едем обедать в городской сад В этом саду и башня Вблизи она еще живописнее Вверху заметно уже начало разрушения На шпице Несколько металлических шаров Говорят, золотых Даже на двадцати-тридцати саженной высоте Эти шары кажутся большими А по краям башни и карнизов Колокольчики При ветре они звенят Но теперь ветра нет И вместо колокольчиков Играет оркестр военной музыки Тут же, среди деревьев столики Русская прислуга И вас кормят по карточке Чашка бульона Сорок копеек Бифштекс Один рубль двадцать копеек Бутылка пива Один рубль Взад и вперед По дорожкам сада гуляет публика Очень много военных Мало штатских И еще меньше дам А между ними Очень мало обычных Жен, матерей Решившихся остаться Со своими семьями Остальные Искательницы Наживы Одна из них Американка Живет в городе Превратив Как говорят Свою фанзу Во что-то фантастичное Но ужасное Ремесло Накладывает Свою печать На все эти лица Уже со следами Быстрого разрушения И сердце Тоскливо Сжимается За них За их Несносную Долю Когда-то И они Были чистыми Нетронутыми С правом Рожденного На лучшую Долю Отняли В грязь Втоптали И с циничным Призрением Смотрят Теперь им Прямо В глаза В просвете Сада Последними Огнями Горит Запад Горит И Тухнет Еще Нежнее Как музыка Тона Неба Зажигают Фонари Их свет Сливается С блеском Заката А там В вышине Похолодевшего Синего неба Миллионы Стражей Бесшумно Снуют Вокруг Башни И опять Разговор Возвращается К этой башне Как бы ни пришлось Ее убрать Ведь ее видно Очень издалека Она Великолепный Прицел Для японских Пушек Ориентируясь По этой башне Можно В любой дом Попасть Туза Можно Расстрелять Мы подняли Головы И смотрим Музыка Играет Какой-то Грустный Мотив Я смотрю И думаю Из всего Мгновенного Здесь Только Эта башня Связывает Пять Уже веков В одно Все эти Мгновения И как жаль Если переживаемое Нами Мгновение Будет последним Для нее И она сама Со всеми Своими Пятьюстами Лет Станет Таким же Промчавшимся Мгновением Вечности Ничто Ничто Не Вечно Тупас Тукас Тулас К нам Бегут Веселые И счастливые Люди Слышали Новость Кричит Еще издали Сергей Иванович Еще один Офицер Пробрался Из порт Артура Еще пять Броненосцев И крейсеров Японских Взорвалось Как Что Когда Только что Приехали Было приказано Микадова Что бы то ни стало Взять Порт Артур Из суши Из моря Ну и Зарвались Наши мины Тогу Уже сменен Наш флот На днях Выходит Из порт Артура Все суда Починены И даже Ритвизан Выходит Чтобы вступить В бой Потому что Теперь Наш флот Сильнее Но Насколько это верно Я сам слышал Офицер Возвратившийся Из порт Артура Офицер Так хорошо Что не верится Во всяком случае С уходом Флота Порт Артур Уже не может Служить Такой приманкой Чтобы сосредоточивать Около него Всю армию Разве Всю Вся Японская Армия Ушла туда А пока Местона Будет гулять Там Взад И вперед Дожди Начнутся И наши Подкрепления Придут И не придется Нам уходить Из Ляояна И порт Артур И Ляоян Говорит Авторитетно Солидный Военный Еще ничего Не представляют Собой Важна Армия И если Она цела То все В свое время Будет исправлено Считаю Что и теперь Больше шансов Так что И теперь Вы еще допускаете Возможность Нашего Отступления На Харбин А Порт Артур Да Порт Артур Выдержит Если Конечно Не будут Киснуть Но Если У них Нет Мяса Снарядов Без Мяса Люди Живут Всю Жизнь Что касается Снарядов То я Не верю Сам Стессель Говорил Мне Что Продержится Год Во всяком Случа Хотелось Бы Чтобы Так Было Но Говорят Что Сам Стессель Прислал Сказать Да Ничего Он Не Прислал Не Мог Прислать Но Который Это Уже Приходит Из Валерий И Писатель Во Время Русско-японской Войны Занимал Различные Должности И Выполнял Самые Различные Поручения От Штаб Офицера Для Поручений При Генерал Квартирмейстере Маньчжурской Армии До Начальника Штаба Во Время Мукденских Боев И Начальника Казачьей Бригады И Казачьей Дивизии Видный Военачальник Во Время Первой Мировой Войны После Февральской Революции Командующей Войсками Западного Фронта Вплоть до Мая 1917 Года После Нескольких Арестов По Постановлению Временного Правительства Василий Иосифович Гурко Тем не менее Получил Разрешение Покинуть Россию Жил Сначала В Англии Потом В Италии Скончался 11 Февраля 1937 Года Похоронен В Риме Я Сегодня Слышал Как Гурко Пробрался Два раза Он назначал Свой отъезд И обе Шаланды В которых Он должен был Ехать Японцами Затоплены Случайность Это Или шпионы Доносили В третий Раз Он поехал Без предупреждения На первой Попавшей Шаланде И благополучно Прибыл В Чифу Был Особенно Тяжелый Момент Когда Шаланда Проходила Мимо Японского Крейсера Боялись Что Китайцы Растеряются И бросят Грести Но этого Не случилось Зато В Чифу Японцы Схватили Его И привели В свое Консульство Тогда Гурко На прекрасном Английском Языке Поднял Шум Стал требовать Чтобы его Вели в Английское Консульство И японцы Отпустили Его По железной Дороге Через Инко Он приехал В Ляоян Другой Офицер Князь Из Бурят Фамилию Его Забыл Переодевшись Ламой И обрив Голову Пешком Прошел Из Порт Артура Через Ляодунский Полуостров Он Несколько Раз Попадался В руки Японцев Его Раздевали Но так Как он Был Действительно Ламаист Прекрасно Говорил По-китайски И по-монгольски То так Ничего От него И не Добились Я видел Его Когда он Только что Приехал С поездом С юга Он был Еще в Своем Китайском Одеянии В китайской Шапочке На бритой Голове Он сидел За столом Окруженный Офицерами Откинувшись На спинку Стула В позе Отдыхающего От тяжелого Дела Человека Дело Пережитые Ощущения От которого Не передашь И которых Сущность В том Что вот Мог бы Несколько Раз быть Расстрелянным Пережил Массу Лишений Нервный Был напряженным До последнего Момента При необходимости Полного Наружного Спокойствия А теперь Действительно Спокоен С ним Вместе В тот день Приехал Еще один Офицер Тоже Из порт Артура Который Приплыл На шаланде До Инкоу Он ехал В форме С тремя Солдатами Был Такой Момент При поплавании Большая Шаланда Морских Хунхузов Заметив Понеслась На них Тогда Солдат И офицеры Бросив Весла Взялись За ружье Увидев Дуло Хунхузы Приостановились А в это время Показался Японский Крейсер И хунхузы И наши Бросились Тогда Каждый В свою Сторону Крейсер Погнался За Сегодня еще один гвардейский офицер из штаба отправляется в порт Артур. Говорят, что 95% за то, что он не возвратится. Так строг стал надзор японцев. Между прочим, китаец, хозяин той шаланды, на которой приехал Гурко, уже пошел ко дну вместе со своей шаландой. Он взялся привезти в Артур мясо из Чифу и должен был получить за это 100 рублей награды, но попался в руки японцев, которые, признав груз за контрабанду, потопили его. Это сообщил сегодня приехавший офицер. Сегодня же сообщили о легкой перестрелке в отряде генерала Ренненкампфа и об убитом офицере конногвардейского полка. Это уже четвертая по счету убыль из этого полка. Вообще, среди молодых гвардейских офицеров установился своего рода спорт на мужество, храбрость, отвагу, и недаром здесь достаются им их георгиевские кресты. Здесь все, между прочим, с нетерпением ждут небольшого авангардного дела ночью. Это будет первый ночной бой с участием кавалерии. Хотя это только говорят, насколько это верно, никто не знает. Но, как характеристика настроения, жажды подвигов, эти слухи имеют свое значение. Приехали очевидцы боя под Вафангоу, где погиб эскадрон 13-го японского полка. Этот эскадрон бросился на полусотню казаков, а в это время скрытая за насыпью другая казацкая сотня бросилась на эскадрон. Тогда только шесть человек ушло. Все очевидцы в один голос говорят, что японцами овладела паника перед этим лесом пик. Они выпустили сабли, повешенные за темляк на их руках, и замахали руками этими висящими саблями. Паника могла произойти и от того, что японцы отступили от обычного своего приема. Обыкновенно сзади кавалерии рассыпным строем следует пехота, причем бегут они сгибаясь, как бегут, запрягаясь в свои колясочки, рикши. На одного кавалериста приходится несколько пехотинцев. Цель кавалерии – вызвать нападение неприятеля. Тогда кавалерия отступает, а залегшие на земле стрелки бьют свободно неприятельскую кавалерию. На этот раз эскадрон отступил от обычной тактики, и это сознание могло парализовать их, потому что утверждают, что могла, во всяком случае, часть их спастись бегством, а они бросили поводья, сабли, подняли ноги, махали, делали попытки соскочить с лошади и убежать, веря больше своим ногам, чем ногам своих лошадей. Но в плен никто не сдался. Были уверены, что одного такого, убегающего на своих ногах, офицера, удастся захватить. Он уже бросил на ходу свое длинное пальто с капюшоном. Расскаживавший офицер был в этом пальто. Сбросил сумку. Уже спешились, настигнув его казаки, когда он, уткнув в землю свою саблю, бросился на нее. Сабля прошла через горло, но он еще был жив. Тогда, выхватив кинжал, он успел перерезать себе горло, когда казак бросился к нему. На этот раз казакам досталась богатая нажива. Эскадрон был с иголочки, очевидно гвардейский, на отличных лошадях. Между ними австралийские, невысокие, но сильные лошади считаются лучшими. Одну такую лошадь привезли сегодня в Ляоян. Эта лошадь напоминает японскую из худших, но интересно седло. Короткий карабин, вооружение солдата. Как практичны все приспособления к седлу. С виду обыкновенно черно-коричневое, вроде английского седла, почти ничем не нагроможденное, но в тонких, плотно-плотно скрученных жгутах чего-чего нет. И аптека, и бинты, и три перемены белья, приспособленные для бани, вплоть до зубной щеточки. Известно, что японцы большие любители чистоты и дома моются по нескольку раз на день. У убитого начальника этого эскадрона нашли визитную карточку, русскую, с надписью внизу «Командир 4-й роты», той стрелковой роты, которой командовал он некогда в Петербурге. У одного офицера нашли карточку европейской женщины с трогательным посвящением. Нашли много и порнографических карточек, до которых, очевидно, охотники, японские кавалеристы. Теперь и Вафангоу, и Вафандян в наших руках, и сегодня спешно отправляется туда все необходимое для станции. Из десяти приходящих сегодня с северо-боинских поездов несколько направляются, не останавливаясь на юг. Из окон своей комнаты я вижу вокзал в ста саженях, сотни вагонов, слышу свистки. Напряженное оживление, все новое и новое подходят вагоны, и через несколько минут после этого вся платформа усыпана серым муравейником из солдат. И уже эти солдаты в стройных рядах маршируют куда-то, иногда с песнями, и звонко разносится их песня в воздухе. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество. Маркс. 1916 год». Продолжение следует.